Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. По данным базирующегося в Лондоне арабского медийного ресурса, говорят, катарского ресурса Middle East и, наверное, переводится как «Глаз Ближнего Востока», Так вот, в одной из арабских стран, столиц, по их утверждению, столиц залива, по всей видимости, в Абу-Даби, прошла секретная встреча представителей, а, возможно, и руководителей внешних разведок Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Египта и Израиля. Одной из целей встречи называется разработка плана совместных действий для восстановления отношений с правительством Башара Асада и членства Сирии в Лиге Арабских Государств. А с нами на связи известная арабистка, обозреватель издательского дома «Коммерсант» Марианна Беленько. Марианна, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день! Марианна, автор статьи некий Дэвид Херст, ну, судя по всему, это псевдоним, как я понимаю, утверждает, что интерес, я цитирую, интерес Израиля в вопросе возвращения Сирии и Асада в арабскую семью связан с планами дистанцировать, таким образом, Дамаск от Тегерана. Якобы в этом состоит чуть ли не главная цель Израиля. Насколько вам представляется подобная цель, реализуемой, реальной, возможной? Давайте отмечу, начну с того, что это не псевдоним, это достаточно известная фигура и, в общем-то, один из известных журналистов, который пишет на тему Ближнего Востока и считается достаточно осведомленным. То есть, будьте, а у этой статьи другого автора, ее бы вообще, в принципе, не стоило бы принимать во внимание, но поскольку это Дэвид Херст, стоит задуматься, действительно ли это так. Подтверждение, действительно, была ли такая встреча или нет, нету. Что могу сказать, что единственное, что можно поверить, что тема возвращения Сирии в Лигу арабских государств, она действительно сейчас на слуху и такая тема обсуждается в арабских кругах достаточно часто и достаточно интенсивно. Это первый момент. Что касается интересов Израиля, то действительно у Израиля есть интерес, и так же, как у обозначенных стран, чтобы из Сирии ушел Иран. Это тоже действительно так, и это никто не скрывает. Другой вопрос, насколько главы этих разведок могли обсуждать план замены, сделки, возвращения Сирии в Лаг в обмен на отказ Сирии от сотрудничества с Ираном. Это сложно. И практически, в общем-то, план достаточно нереальный, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Вот в этой статье Херст пишет еще об одном, мне кажется, сенсационном, на мой взгляд, сенсационном моменте. Дело в том, что участники совещания четырех сошлись во мнении, что Турция, а не Иран, является и главным военным конкурентом в регионе. Обсудили даже планы противодействия влиянию Анкары. Вот это развитие событий в этом направлении на Ближнем Востоке, опять же, представляется перспективным или это только разговор? Смотря о чем говорить, насколько в планах военного противостояния у Турции, в отличие от Ирана, сейчас нет возможности, ресурсов продвигать свою политику, стать гегемоном, военным гегемоном, как это делает Иран в регионе. Другое дело, что у Турции, прошу прощения, достаточно серьезные амбиции, имперские амбиции, это первый момент, и Турция тоже это не скрывает. И у обозначенных стран, за исключением трали, есть претензии к Турции, связанные из-за близких отношений Турции с Катаром и из-за связи Турции с братьями-мусульманами, что является таким идеологическим врагом для всех обозначенных стран арабских, Египта, Эмиратов и Саудовской Аравии. Это две непремеримые идеологии. И естественно, претензий к Турции у этих стран много, у них непростые отношения, нельзя сказать, что это такое противостояние, пока еще, по крайней мере. И все же сейчас для этих стран Ирана на первом месте, но возможно они надеются, что с Ираном будет покончено благодаря американскому вмешательству, благодаря американским санкциям. Но в первую очередь вопрос стоит об иранской угрозе для этих стран, вернее, то, как они ее чувствуют, то, как они к ней относятся. Опять же, хорошо известно, что у Асада достаточно сложное отношение с Эрдоганом, или наоборот, у Эрдогана сложное отношение к Асаду. Тот факт, что вот эти четыре названные стороны, по крайней мере их официальные представители, говорят о том, что главный враг сегодня Турция, и они фактически признают легитимацию во всех отношениях самого Асада. Тем самым они вгоняют дополнительную, скажем так, кость в горло господина президента Турции. Скажем, да, то, что отношения между Турцией и Сирией очень плохие, и сирийцы не скоро простят Турции и их действия во время этого конфликта, это действительно факт, который не скрывает Асад, который много раз говорил, что Турция враги. Единственное, что связывает сейчас Турцию и Асада, это Россия, скажем так, для которой и Турция, так же как и Иран, важны для урегулирования в Сирии. И, в принципе, Асад мог бы и рад бы избавиться от Турции, но он не будет менять Ирана на то, чтобы расправиться с Турцией, сдать Ирана. Он, в общем-то, не очень-то доверяет Саубской Аравии и Катару. Он, да, нуждается в их деньгах, это безусловно, в их помощи. И, в общем-то, был бы не против вернуться в Лигу Арабских государств. Но, в принципе, Лига Арабских государств – это вопрос на данный момент скорее символический, чем насущная необходимость. Другое дело, что, да, Асаду нужны деньги. Это первое. Но Асад уже вряд ли будет настолько доверчивый, чтобы складывать яйца в одну корзину. И, в общем-то, для него приоритетно. Иран доказал, что он с ним и на его стороне. И, в общем-то, у Ирана настолько серьезное влияние на армию сирийскую. И она, по сути, контролирует сирийскую армию. Что вряд ли Асад в состоянии решиться на то, чтобы отвернуться от Ирана. Другое дело, что если у Ирана самого будет не хватать ресурсов, он поймет, что он вынужден ослабить свое давление на Сирию, свои связи с Сирией. Еще один вопрос. В статье утверждается, что участники совещания послали некий мессендж президенту Асаду в том, что, дескать, не надо полностью отказываться от услуг Ирана. Просто выведя отношения между Сирией и Ираном на тот уровень, на котором они были в период правления его отца Хафиза Асада, когда сирийцы относились к иранцам как к равным, но не как к тем, кто ими, то что называется, управляет. Примет ли Асад, нынешний Асад, вот этот месседж? Знаете, Асад бы с удовольствием его принял, и, в общем-то, сами сирийцы достаточно осторожно относятся к Ирану, в том смысле, что сирийцы достаточно горда нация, и их не устраивает роль такого опекаемого существа в отношении Ирана. Они привыкли быть гораздо более сильными, чем Ирана, привыкли либо на равноправные, либо на более высокие отношения в этой связке. Я не буду рада вернуть, если бы у них была такая возможность. Но, опять же, Турция и Саудовская Аравия – это не альтернатива Ирана, и, в общем-то, в тесное объятие Ирана они сами и толкнули Асада в начале конфликта, в том числе и Европа, когда все отвернулись от Асада, кроме Ирана и потом России. Поэтому вряд ли он откажется от своих союзников сейчас, на данном этапе, пока не будет чувствовать уверенность в том, что власть будет оставаться в его руках. И он, в общем-то, ну, трудно представить, что он в ближайшее время пойдет прямо на такую открытую сделку, тем более он действительно очень сильно увяз в контактах с Ираном. В первый момент, как я уже сказала, в военном плане, с экономическим там не все так определенно. С одной стороны, Иран запустил щупальца во все сферы экономики Сирии, с одной стороны, но, с другой стороны, у Ирана сейчас тоже, в силу санкций, нет достаточных ресурсов, чтобы тратить их еще на Сирию. Тут очень много вопросов, и, ну, в одной части, все реально в этом регионе не произойдет, какие-то тенденции будут. Если Ассад поймет, что он такой политической безопасности, что у него есть за спиной не только Россия и Ирана, и с ним готовы строить диалог Европа, с ним готовы строить диалог арабские страны, это не просто слова, тогда, возможно, у него появятся возможности для маневра. Сейчас у него возможности маневра нет, поэтому ему сначала должны что-то предложить, и не просто на словах, а доказать это на деле, и только тогда он сможет начать хоть как-то двигаться. Ну вот, как раз отталкиваясь от вашей мысли о том, что ему нужно что-то предложить, ему что-то предложить, опять же, в этой статье сообщается о том, что перед установлением, я цитирую, перед установлением официальных связей Сирии, руководство Египта выразило пожелание, чтобы Дамаск ни много ни мало объявил главными врагами Турцию, Катар и братьев мусульман, а в обмен ему обещано возвращение в Лигу Арабских государств и поддержка арабского мира возможным военным противостоянием с Турцией в северной части страны, но речь идет, понятно, о курдах. Вот в этой ситуации заинтересована ли в этом сама Россия, видит ли, опять же, Россия, скажем так, некий вариант для того, чтобы обрести костспонсоров по восстановлению Сирии в лице вот этих арабских государств? Смотри, тут два разных момента, костспонсоров, да, Россия и так же, как и Дамаск, хотели бы обрести и хотели бы, чтобы упомянутые страны, в первую очередь Саусская Аравия и Эмираты, давали деньги на реконструкцию Сирии, но тут же есть еще американский фактор, и эти страны действительно уже дают сейчас деньги на реконструкцию Сирии, но только тех территорий, которые не подконтрольны Ассаду, а тех территорий, которые были до сих пор подконтрольны США, из которых США собираются уходить. И здесь очень многое зависит от того, как будут складываться отношения между США и их союзниками, опять же, как будет выстроен уход США, что получит от этого Турция, как будут складываться отношения Турции с США. Сейчас же не идет речь о протистоянии Дамаска с Турцией. Турция не собирается воевать с Дамаском, поэтому здесь сейчас Дамаск не нуждается в помощи Эмиратов и Саудовской Аравии, в этом военной помощи с их стороны. Поэтому вопрос, на какой территории кто становится, и безусловно, что касается братьев-мусульман, то, в общем-то, Ассад не считал их никогда друзьями, чтобы объявить им их врагами, ему ничего не надо. Для него братья-мусульмане воюет режим, Басийский режим, еще отец Ассада, еще с конца 70-х годов с братьями-мусульманами, и всегда хотел продемонстрировать этот конфликт как противостояние с террористами, имеющие еще корни с тех времен. И это только ему на руку, но объявлять при этом врагом Турцию, ну, даже эти страны не называют Турцию своими врагами, в отличие как раз от Ассада, которые, как раз не скрываясь, называют Турцию своим врагом, но это не значит, что они будут воевать, и опять же, между ними стоит Россия, которая тоже не собирается с Турцией воевать, по крайней мере, а скорее решать, договариваться, какая территория, где ограничены. И сейчас идет вопрос о судьбе Идлиба, где Турция с Россией будут действовать в одной связке, и, видимо, они нашли взаимопонимание вопроса, идет, опять же, сделка, какой территории Турция готова уступить тому же Ассаду, что она хочет взамен. Имеется в виду территория не на вечное пользование, а территория контроля, тот же Идлиб, в обмен на территории, где находятся курды, те отряды, курские силы, которые Турция считает террористическими. Поэтому тут очень многогранный клубок, очень непростой, очень много неизвестных, но не идет речь, опять же, о том, что Ассаду нужна военная помощь от Эмиратов и Саудовской Аравии в этом вопросе. Политическая поддержка нужна, чтобы группировки сирийской оппозиции были связаны не с Турцией, и не все были завязаны на Турцию, потому что сейчас Турция основной игрок на тот момент, когда Саудовская Аравия и Эмират остановились. Саудовская Аравия и Эмираты пытаются строить отношения с курдами, тоже не секрет. Мы уже возвращаемся к тому, что начинались, и готовы спонсировать их территорию. Да, возможно, как-то опосредованно они будут себя вести, играть против Турции через тех же курдов, но, опять же, курдам стоит потихонечку вытеснять Турцию из тех территорий, но здесь, опять же, будет глубоко, какие территории будут разминаны, что где уступать, ну и, в общем, пока вот судьба Идлиба, скорее всего, не решится, будет все еще очень много непонятного после решения судьбы Идлиба, и мы поймем, что происходит между Турцией и США, там тоже все непросто, будет немножко понятнее, что происходит. Реана, огромное спасибо за участие в нашей программе, было очень интересно, спасибо, всего самого доброго, и я надеюсь, до новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова